Сегодня на территории Саратовского технического университета маршировали будущие новобранцы на плацу, что у главного корпуса вуза их встречали представители пункта отбора на военную службу. Устроили курсантам ликбез, рассказали о службе по контракту учащимся военного учебного центра, который расположен в университете. У нас на каждой специальности есть конкурс. Мы должны лучше отобрать на конкретную воинскую должность, для того, чтобы образцово проходил службу данный кандидат. Естественно, из данной категории здесь представлено более шести специальностей, которые предназначены для Министерства Соборной Федерации. Здесь мы будем конкретно сейчас осведомлять об службе по контракту. И, естественно, даже многие могут написать заявление, будет уже отобрана на эту службу по контракту. Всего на встречу пришли порядка 350 курсантов. В основном все учащиеся из ГТУ. Все они прошли отбор в учебный центр, сдавали экзамены по различным предметам и по физической подготовке. По словам военнослужащих, проходят их не все, а те, кому посчастливилось поступить в учебный центр, не теряют год службы, а вместе с дипломом получают военные билеты и звания. Они не теряют год и не пять лет в военном училище. Кто-то там по каким-то причинам в военное училище не мог поступить. Ну, допустим, по состоянию здоровья. Есть же у нас и научные роты, и интеллектуальные такие подразделения, где немножко не обязательно такой акцент на физподготовку. Ну, там, грубо говоря, мозгов надо больше, чем физические силы. Вот так вот, если просто выразиться. Как уверяют представители пункта отбора на военную службу по контракту, саратовские курсанты на хорошем счету во многих воинских частях страны. А служат после университета в основном в войсках противовоздушной обороны. Роман Базан, Роман Шельдяев, Саратов, 24.